Тут теперь уже всякие такие декорации, шапочки, игрушечки. Не знаю куда он там, но он будет тоже. Умеет право жить. Вот игрушечки всякие. Мне нравится этот магазин, как я говорю, здесь Рождество живет. Смотрите, какая красота. Теперь только еще и ковид, как говорится, у нас такие ограничения есть. Как хотите у вас, смотрите, пряничные эти человечки. Да, и будем на елочке повесить. Вот можете выбрать стиль пряничных людей, да. Вот и навесить. Тут даже по именам нужно найти. Пряничных по три фунта. Все недорого. Давайте найдем Диану. Дианушку давайте найдем. Что нету таких? Нету. Даже в надписи, что такая бывает Даяна. Нету. Нету и не надо. Вот так купили бы. Ну и тут всякие. Ты можешь обновить игрушечку. Вот на весь этот. Там еще красиво, да? Там чветится все. Вот и идти дальше надо, чтобы видно было тут юношка с дедушкой, со святым Николаем. У меня не обязательно все в красном и золотом. Можно и в таком, вот видите, стиле. В северном, в нашем, в более нам приемлемом таком, да. С оленями. Не обязательно все в белом и золотом можно. Вот и серебряная, и белая. Вот так вот. Ох, вот эти вот деревянные. В этом году нету деревянных, хоть и городков. Вот что были такие у меня. Уже испортился, закислилось. Смотрите. Есть вот эти вот конструкторы вот такие вот, передая вот. Вот какая красивая цветок сделанная, да? Вот такие. Сборники поставили и больше никакой декорации ничего не надо. Здесь вот так, смотрю, красиво здесь все, знаешь, дома я устал бы вот это вот. Вот они запакованы. И какая у них прайса? Четыре футки. Вот запахи. Вот видите, какие вот шишки, там совсем чем вот. Вот такие вот, для декорации. Вот елку можно коммерциально обязательно тайскими игрушками украшать. Можно и травой украсить, да, вот. Вот здесь уже другой стиль, уже такой спокойный. Вандерфул. Природный такой вот. Вот это очень красиво. Подсвечек, да, свечку вставишь. Оно так красиво мерцает. И такое вот, знаете, по стенкам. Очень красивые. Такие на стенках отбросы, такие световые бывают. Верхушка какая красивая, видите? Вот, какая верхушка красивая у нас, видите? Не звезда, не традиционно, как все такое. А вот такая вот. Ох, такие. Рюмочки с шампанским 10 фунтов. На елочку повесить. Вот здесь. Все, вот, ну, шампанским красят елку. Вот, видите, там. Росеко. Ну, тут вот открытки всякие рождественские. Да, сейчас начнут меня с обмениваться ими. Вот такие красивые. Уже не те мелкие, обычненькие. Вот такие вот красивенькие, да. И вот этот вот стоит 4,50. Вот такой вот. Это для открыток вот сложить такой вот сделанный вот. Я сперва так не догадалась бы, для чего это для открыток. И вот гирлянды. И что, мне еще не выбирать? Нет, я не буду выбирать здесь. Еще северные вот такие вот оленчики. Хотя можно вот эти вот взять, наверное, да, вот такие. Вот, сейчас вижу три открыточки. Давайте возьмем. Ну, какая она тяжелая. Смотрите, мне вот эти вот открыточки нравятся. Вот они. По 5 фунтов, а не 5,50 стоят. Здесь вот эти вот 3D открыточки дети такие вот. Такие вот. Сейчас поеду специально, блядь. А, они только приклеены, прикреплены. Там еще я вам покажу, еще одни открытки такие. Таких их только нету, да. А, вот такие вот. По 5 фунтов будет они. Здесь есть. А в продаже только есть вот эти вот. Вот есть в продаже вот. Вот такая вот деревенька. И вот эти вот с оленями такой есть в продаже. Все остальное распределено. Видим, посмотрите, вот еще. Вот они. Еще какие есть. Тоже ничего не особо то есть в продаже. Да. Они просто вот, смотри, там какие они объемные вот. Видите? В продаже. В продаже есть только вот эта вот снежиночка. Вот. Больше ничего в продаже нет. Один одной. И то, я как я вижу, последняя, да, вот эта вот. Крыточка. Вот сразу здесь полностью. А, здесь комплект открыток. Подарочная бумага упаковочная. Подарочные пакетики. Вот такие открытки у нас есть. Здесь уже, выбирав, покупаешь уже эту вот коробку. И у меня есть 14 открыток с конвертными праздничами. Вот они такие люди. Они 12, 15. Ну, все они 12, они с конвертным праздничами. Один другим посылали бы. Вот они любят. Вот эти вот еще. Хлопушки. Здесь какие-то. Все они такие красивенькие. Открыточки. Ну, сможем вот такие вот. Вот мы уже набором. Олень с подсветкой. Хе-хе-хе-хе-хе. С рогами, с подсветкой. И другой олень. Что здесь пойдем. Еще есть украшения все. Вот здесь уже яблоки вот эти для ронатов. Таких вот, знаешь, фазичного роната. И сколько они стоят? Два фунта. Взять себе запахульки эти. Не знаю, яблоки. Вкусно ли они будут пахнуть. Два фунта. Царамам для запаха. Захский – блин. Чувствуешь запах? Да, слышишь, как-нибудь их есть. Какое шуте сейчас там было есть. Блядь. Дальłby или какие-тое-бы Patriotic Noise. У них даже запах смазка – ты видишь? Вкусно ли? яблочек этих взять это набрал красивый фонарь ну пересел очки с украшением ну вот и опять всякая мишура идет еночки на двери вот есть такие даже у камушек и старинные ветки с оленчиком видите как красивая игрушечка вот они опять в моду возвращаются игрушечки с детства стеклянные да вот такие вот теперь все две классники даже машинки для детей есть для мальчиков тоже есть такие вот там в Одессе были вот эти вот шишечки вот такие вот стеклянные знаете такие всякие вот даже вот такая игрушечка есть в интерсаде ну вот птичечка для этого своего вот такие вот здесь игрушечки были вот если мы сдержать дырочками ну вот стеклянные набрал ее в айтирис куланчу не буду покупать а вот набрала я какой день сядет с вами вот эти вот кто там говорит на давай ящиков вот он из ящиков здесь магазин так устроен из вот этих вот ящиков из полет не знаю хотела бы ли я так жить но вот он и так вот есть колхозный как говорится рынок в этом же гардене есть музей сов ну не музей говорю зоопарк такой вот есть мы туда летом съезжу там всяких сов есть сов и грушоны там птицы все здесь там послушать зима лицарова все замучены такие усталые так не буду смотреть вот и что она тут в одном направлении надо идти если я хочу уже выйти заплатить и выйти Продолжение следует...